друзья мои всем огромный привет я очень рада что вы кликнули на этот ролик ведь до лета и пляжного сезона остается совсем чуть-чуть и я уверена что многие из вас хотели бы прийти в больший тонус почувствовать себя стройнее и увереннее и я бы призывала вас к здоровому образу жизни в целом чтобы наша подготовка была не только перед летом а в итоге стала частью нашей жизни я похудела более чем на 13 килограмм и сегодня хочу поделиться своими рекомендациями о том как похудеть легко без вреда для физического и ментального здоровья давайте сделаем этот процесс максимально легким веселым и приятным и да еще очень вкусным ведь я покажу вам такие вкусные простые и полезные рецепты от которых вы точно не сможете удержаться и для вас и вашей мотивации в конце видео я разыграю спортивный набор который точно поможет вам быстрее прийти в форму обязательно досмотрите этот ролик до конца здесь будет очень много полезного обязательно подписывайтесь на канал заходите в гости в телеграм и ставьте лайк под этим роликом я очень старалась делать это видео полезным и интересным и я верю что у вас все получится самое главное идите к своей цели и ни в коем случае не опускайте руки я вас верю всем большой привет друзья мои сегодня будет очень классное видео на тему похудения я думаю многих девочек эта тема интересует в том числе меня я не хочу сейчас сильно углубляться в свою историю потому что на канале будет отдельный ролик про моё похудение я скинула уже больше 10 килограмм наверное даже больше 13 об этом мы поговорим отдельно кому будет интересно сегодня я хочу сосредоточиться на тех рекомендациях и советах которые я могу дать вам которые могут вам помочь и мои дорогие я специально делаю дисклеймер в этом ролике потому что все что касается похудения правильного питания здоровых привычек о чем мы в предыдущем ролике говорили на самом деле что хорошо для одного то плохо для другого поэтому думайте головой когда вы воспринимаете и смотрите какие-то советы ролики видео рекомендации знакомых и так далее я думаю вы знаете что даже врачи не всегда могут нам на сто процентов помочь или сказать то что нам нужно то есть даже врачей мы бывает меняем потому что нам что-то какой-то метод лечения не подходит в процессе нашего с вами разговора и моего повествования я буду вставлять рецепты которые специально для вас сняла я их специально искала пробовала тестировала и они просто шикарные обалденно вкусные вы даже не поймете что вы сидите на диете если вы что-то такое подобное приготовите поэтому я желаю вам приятного просмотра и давайте начинать для очень многих девушек и парней тема похудения это очень острая и больная тема к сожалению это так поэтому сегодня мы с вами сосредотачиваемся только на позитиве и знаете что мы сделаем мы романтизируем наше с вами похудение мы сделаем это легко красиво позитивно и без всяких страданий без всяких изнуряющих тренировок хотя они тоже будут но не изнуряющие без всяких каких-то строгих рецептов на одной морковке или когда-то вот и например я сидела на сырой гречке две недели который надо было замачивать в воде и больше 10 лет я не могла есть гречку вот только недавно я опять начала ее есть поэтому давайте в этом ролике все же постараемся обойтись без крайности и постараемся сделать наше похудение очень красивым легким романтичным самое главное эффективным и первый пункт как мы можем романтизировать наше свое похудение это конечно же красивая спортивная форма девчонки не повторяйте моих ошибок когда я была не в своем весе когда я сильно поправилась я не покупала спортивную форму я тренировалась у себя в закрытой комнате пока меня никто не видит пока я одна дома и это было просто ужасно я стеснялась себя я стеснялась своего тела я себя просто буквально ненавидела и не надо так делать пожалуйста вот просто послушайте и учитесь на чужих ошибках потому что это просто полный кошмар несмотря на то в каком вы весе сейчас пусть у вас хоть 20 30 40 килограмм перевеса не важно сколько любите себя уже сейчас потому что это очень сильно вам поможет я вам просто гарантирую это очень сильно ускорит процесс приведения себя форму в норму к чему вы хотите прийти купите красивую самое главное удобную спортивную форму не покупайте что-то на три размера меньше на случай того когда вы похудеете вы наконец-то сможете надеть нет купите то что соответствует вашему размеру сейчас все равно вы не похудеете за один день и вам завтра не станет эта форма велика наоборот когда она станет вам велика вы будете еще больше ценить свои достижения свои успехи я пообщалась со многими девчонками на эту тему и что например многим помогло это именно форма в которой ты чувствуешь себя сексуальной и красивой то есть то что подчеркивает твои достоинства несмотря на то в каком-то еще раз говорю весе поэтому подберите что-то сочное красивое для вас мы еще раз мы не худеем для кого-то мы не худеем не знаю чтобы кому-то понравится мы для себя все это делаем и приводим себя форму обязательно выберите что-то такое что будет вас мотивировать и надев эту форму вы с огромным удовольствием пойдете тренироваться и заниматься собой еще очень важный момент если вы например находитесь в таком весе что вам сложно тренироваться и вы в принципе не готовы этим заниматься мне кажется такая форма подходящая для вас она будет хороша даже в качестве домашней одежды потому что у вас будет правильный настрой в это время следующий пункт это конечно же спортивный инвентарь я уже давно это раскусила давно это поняла и мне это очень очень сильно помогает вот я еще раз говорю не ждите какого-то момента начинайте уже прямо сейчас у меня здесь спортивный коврик кстати мы разыгрывали с вами именно такой я покупала для вас именно такой коврик сегодня у нас результаты розыгрыша в телеграме в конце этого ролика тоже будет конкурс на спортивный инвентарь поэтому девчонки досмотрите до конца обязательно участвуйте и всем желаю удачи у меня также здесь есть мфр ролл который я купила уже очень давно наверное я даже не помню когда но суть в том что вы один раз это купили и вам это служит очень 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 долгое время пока я не знаю что не случится поэтому обязательно покупайте красивый инвентарь я также постараюсь найти что-то для вас то что вы можете купить на любом маркетплейсе и в целом просто пройдитесь по магазинам выходные мне кажется вот дополнительная физическая активность это все тоже способствует нашему с вами похудению и нашему с вами более комфортному самоощущению и состоянию я причем помню когда первый раз пошла это был магазин decathlon и там я купила свой первый коврик он у меня в и вот с ним тоже до сих пор ничего не случилось еще один здесь очень важный совет лучше доплатить 200-300 рублей за хорошую вещь потому что вот я говорю я коврик купила года 23 уже назад с ним там ничего вообще не происходит он в прекрасном состоянии и очень важно чтобы вещи были качественные в которых вы занимаетесь потому что это все влияет на нашу с вами безопасность я когда-то когда не знаю 15 лет назад она начинала худеть я купила коврик тогда на тот момент он стоил 200 рублей наверное или 300 в спортмастере я покупала коврик и я в первое же занятие я помню что я занималась тогда по nike training club было такое приложение может быть она сейчас тоже есть и я начала делать бурпи и когда их начала делать у меня коврик разорвался напополам я просто отлетела то есть я вот потянула себе все тело у меня растяжки были на руках я подвернула себе коленостоп и после этого я не занималась еще несколько месяцев поэтому я очень подчеркиваю жирным шрифтом не зажимайте лишние там 200 300 рублей если есть выбор между менее качественные более качественные вещи все же выложите здесь это действительно очень важно потому что вот во время даже домашних тренировок у меня было очень много разных казусов и я понимала почему так важно покупать качественные вещи слова о качественных вещах кроссовочки тоже имеют огромное значение у меня здесь кроссовки от которых я вообще не ожидала что они откажутся такими классными это не баланс правильно да это не в баланс они очень легкие невесомые на ногах в них прекрасно просто заниматься я просто не нарадуюсь я также на спортивной своей дорожке бегаю на беговой в них занимаюсь обычными функциональными тренировками иногда босиком занимаюсь в специальных носочках я тоже здесь оставлю на них ссылки но я занимаюсь уже больше трех лет регулярно и я прошла просто все стадии принятия отрицания всего и не повторяйте чужих ошибок сэкономьте себе в итоге деньги потому что то что я покупала вначале более бюджетное в итоге это все оказалось в мусорном ведре и ты в итоге переплатил еще больше денег чем если бы сразу купил нормальное поэтому обязательно подберите себе хорошую обувь я уверена она прослужит вам много лет и успеет еще надоесть как у меня со многими вещами что они настолько хорошие они никак не выходят из строя хотя ты бы уже хотел что-то поменять и купить новенькое но эти вещи все еще служат и по-моему это прекрасно следующая вещь как можно романтизировать свое похудение это конечно же бутылка для воды и девчонки конечно эти покупки все не обязательны но мы с вами сегодня говорим об особой теме и о тех вещах которые реально могут помочь хотя бы морально как-то настроиться и похудеть особенно это будет важно тем кто уже много лет не может никак выйти из этого заколдованного круга и такие вещи вот тем кто не сталкивался с этими трудностями возможно это покажется все полной ерундой но те люди как я которые много лет следят за весом которые постоянно с этим борются которые постоянно пытаются сохранить какую-то форму это действительно может очень помочь поэтому классная бутылочка для воды тоже вам будет очень сильно помогать похудение помимо того что это просто может быть красиво визуально это также прекрасное напоминание каждый день и каждый час там каждой полтора часа о том что нужно попить потому что недостаток воды в целом это тот как я убедилась на себе тормоз который вообще тормозить наше с вами похудение я раньше вообще не обращала на это внимание мне я до сих пор не очень люблю пить если честно то есть я заставляю себя практически всегда этому я себе вот купила такие бутылочки у меня одна на кухне 1 в комнате одну я могу просто взять положить с собой в сумку если я куда-то иду и я постоянно по чуть-чуть вот и пивом ну как бы не на 7 но все равно заставляю себя чуть-чуть больше воды пить чем если бы я просто делала это без специальных напоминаний и без бутылочек следующая вещь которая поможет романтизировать и как-то разнообразить наш с вами похудение это спортивные резинки утяжелители и все вот эти вот приятные штучки по если вы никогда не пробовали или вы долго стоите на месте вам нужен какой-то буст вот такие вещи помогут как раз усилить эффективность тренировок и могут вам очень сильно помочь следующая вещь которая вам очень сильно поможет на самом деле в похудении это контейнеры и планирование еды я каждый раз вот я честно я такой же человек как и вы я очень часто ленюсь потому что у меня просто не хватает времени и когда она появляется и просто хочу лечь и немножко полежать но когда я все же себя заставляю и проявляю больше ответственности к этому это очень сильно влияет на мою рутину на моё питание на моё здоровье на моё тело вообще на все обязательно планируйте еду хотя бы на 3-4 дня понятно что в контейнерах еда не может вас храниться месяц да это в принципе не нужно мне кажется достаточно каждые 3-4 дня себе готовить в идеале конечно было бы запланировать что-то на неделю но у меня честно говоря это не получается потому что многие продукты элементарно портятся и они не могут сохранять свою свежесть но в среднем 3-4 дня то что я для себя выверила это прекрасно подходит вы можете заранее отварить рис кинуа гречу разные крупы которые будут спокойно стоять в контейнере главное ни с чем их не смешивать чтобы они дольше сохранили свежесть и вы в любой момент когда проголодались вам не нужно не знаю срываться на чипсы на батончики на какую-нибудь ерунду которая лежит на полочках и мы с вами благодаря этому сохраняем нашу с вами дисциплину и поддерживаем тот рацион который для себя выбрали а если мы говорим о похудении мы по-любому должны сжигать больше тех калорий которые потребляем это просто элементарно устройство нашего да организма и любого в принципе этому заранее посчитайте сколько вам нужно употреблять калорий чтобы сбросить вес обычно это на 300-400 калорий меньше того что вы потребляете сейчас то есть если у вас рацион сейчас 2300 калорий можно снизить его до 2000 калорий либо до 1900 калорий ну примерно так лучше на эту тему отдельно почитайте какие-то статьи как правильно это делать потому что у нас у каждого разный изначальный вес разный метаболизм разные вообще нормы и пределы допустимого у кого-то бывает даже у супер худышек бывает настолько хорошо разогнан метаболизм что они потребляют 3000 калорий и при этом худеют то есть это очень индивидуально и одна ошибка которую я делала очень долго и мой вес стоял на месте просто пластом несколько лет это то что я потребляла слишком мало калорий потребляла где-то 1200-1300 калорий и конечно же мой организм он не хотел отдавать лишнее потому что ему и так было мало он был в режиме энергосбережения и он ни в коем случае не хотел разгоняться не хотел сжигать жиры потому что он понимал что ему нужно выжить это девчонки огромная ошибка я вот вам они рассказываю и не повторять ее вы причем можете скинуть килограмм 5-6 вот на таком дефиците но потом в какой-то момент наступит плато потому что организм поймет что ему больше нечего отдавать чтобы нормально функционировать и раз мы с вами наконец-то заговорили о питании я хочу пригласить вас на кухню и уже начнем готовить и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В борьбе за жизнь продукты, которые следуют есть именно вам. Образ жизни, который сохранит вашу молодость. То есть здесь не столько о, может быть, похудении, вот знаете, какая-то супер диета, сколько в целом о понимании того, зачем нам нужны продукты, что нам дает энергию, сколько в целом нам нужно для того, чтобы нормально функционировать, чтобы быть продуктивным, здоровым и так далее. И в целом ее все очень сильно рекомендовали. Даже в одном из видео, где я говорила на эту тему, вы мне сами писали именно об этой книге. Я заинтересовалась, поэтому решила ее купить. Если вы читали, обязательно напишите. И, кстати, можете также под этим роликом написать свои рекомендации книг, которые вы читали на тему питания. Очень многие, например, вот эту книгу рекомендовали. По-моему, мой любимый кишечник или что-то про кишечник. Вот ее очень сильно рекомендовали. Я еще не купила, но обязательно закажу. И вторая книга, которую я заказала, она называется «Энергия в тарелке. Пять источников суперсилы». Ее тоже мне рекомендовало огромное количество людей. Я постоянно в видео, в роликах натыкалась на нее. Правда, мне было суперсложно почему-то ее найти и заказать. Но вот, наконец-то, она у меня. И в ролике, который еще только будет, возможно, через месяц, про мое похудение, как я вообще сбросила вес. Я там уже какую-то литературу, какие-то книги конкретно приведу. То, что прочту, и то, что покажется мне полезным и интересным. Когда-то я читала книгу «Китайское исследование», и она меня очень сильно поразила тогда. Конечно, существует сейчас очень много опровержений, очень много такой информации, которая все это оспаривает. Но, тем не менее, я люблю такие вещи. Я считаю, что вообще, в принципе, любую информацию стоит делить напополам всегда. И не стоит религиозно как-то верить во все, что вам пишут, говорят. Но какие-то вещи, вот я считаю, если они помогают особенно взбодриться и в какой-то момент пересмотреть свой рацион питания или какие-то привычки, и они действительно влияют во благо в вашей жизни, то эти вещи стоят внимания. Такое вот «Китайское исследование», я когда-то читала, и «Диета 80-10-10». По-моему, так она называется, книжечка. Я, если что, поправлю здесь, вставлю вам эти две книги. И еще какая-то книжечка была, по-моему, она называлась «Скини Бич». И если я не путаю, опять же, оставлю здесь эти книги. И я жду ваши рекомендации в комментариях внизу. Следующая вещь, которая покажется, возможно, для многих глупой, но это очень помогает нашему с вами похудению и в целом, знаете, такой дисциплине. Это красивая посуда и красивые приемы пищи. В целом, это не обязательно, естественно, пункт, как и все, о чем мы с вами говорим. Но я считаю, что какие-то из этих вещей действительно способны вас смотивировать, зарядить, помочь. Мне, по крайней мере, это очень сильно помогает. И когда я начинаю следить за своими тарелочками, когда я стараюсь готовить, когда я стараюсь более внимательно к этому подходить, это всегда влияет только в лучшую сторону. Поэтому красивая посуда, я, возможно, вставлю вам тоже какие-нибудь находки, если наткнусь на них, красивая посуда и контейнеры в целом, о чем мы говорили раньше, это все помогает общему нашему с вами настрою во время похудения, подготовки к лету. И также это, мне кажется, помогает не переедать. Потому что, когда вы аккуратно, порционно себе раскладываете все, опять же, вырабатываете привычку, ваш желудок немножечко уменьшается, потому что порции уменьшаются постепенно, это помогает все, естественно, и похудеть, и сбросить вес, и в целом как-то не перегружать желудок. Потому что, мне кажется, мы очень часто, когда особенно хаотичное питание у нас происходит, а-ля в шурицкий стул, знаете, съели одно, потом съели второе, потом, ой, чайку еще с шоколадкой бахну, а еще вот я возьму бубликом, заем все сверху, то такая у нас небольшая помоечка получается. В то время, когда у нас идет размеренная, продуманная порция, когда мы все, например, ну вот я лично, я сейчас пока пытаюсь привести себя в порядок, я взвешиваю порции в граммах, что у меня там сколько всего выходит, чтобы как раз не переедать. Я вам сейчас покажу это на примере, как я готовила боул с лососем. И самый прикол в том, что, когда я делаю вот это все размеренно, и в моей тарелке присутствуют разные ингредиенты, разные питательные вещества, белок, много белка, клетчатка, углеводы, и все это приведено к общему знаменателю, я быстрее насыщаюсь, потому что разные элементы поступают в мой организм, а не одна какая-нибудь булочка, которая состоит только из углеводов, и насыщение происходит реально быстрее. Я даже удивилась, на этой неделе я старалась именно так питаться, и удивилась, что я перестала нахватывать, я перестала как бы потреблять больше, чем обычно. Это очень круто, и обязательно это попробуйте. То есть красивая тарелочка, все размеренно, все взвесили, положили себе, но при этом ни в чем себя не обделяйте. То есть если вам сейчас нужно больше есть, просто докладывайте больше овощей, или больше того же белка, хорошего мяса. В общем, не сходите с ума, и ваш организм должен получать достаточное количество питательных веществ, потому что как только это прекращается, у нас начинают выпадать волосы, у нас начинают цыпаться ногти, кожа портится начинает, и это очень важный пункт. Поэтому пусть ваша тарелочка будет побольше, пусть в ней больше тогда полезного будет, нежели вредного. И одна из вещей, которые я хочу порекомендовать вновь, и которая поможет действительно очень многим, особенно новичкам, войти в ритм, войти в режим, подобрать правильную нагрузку, это сайт FitStars. Я уже занимаюсь несколько лет по FitStars, я вот недавно начала программу, кстати говоря, вот с этим очаровательным мужчиной, мне он очень сильно нравится, мне очень нравится с ним заниматься. FitStars это платформа, где собраны полезные рецепты, тренировки, спортивные программы, которые вы можете подобрать под себя, под ваше предпочтение, и которые действительно помогут внедрить спорт в вашу жизнь. И если вам нельзя активно заниматься спортом, и вы не готовы, в принципе, к таким нагрузкам, на FitStars есть прекрасные программы для спины, для осанки, для гибкости. Вот я очень люблю Анастасию Завистовскую, у нее очень много программ, направленных именно на растяжку. FitStars вернули легендарный тариф навсегда, я очень сильно вам его рекомендую, по моему промокоду вы получите огромную скидку, обязательно им пользуйтесь, и я рада получать также вашу обратную связь, ваши комментарии от тех, кто подписался, кто начал заниматься, спасибо вам большое за доверие. И сейчас у FitStars новая акция, которая звучит как май, не скучай, и вы можете выиграть умные весы или сертификат до 5000 за тренировки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Следующее, о чем мы поговорим, это всякие БАДы, протеины, батончики и все такое. Конечно же, существует очень много спорных мнений на всю эту тему, но могу просто от себя сказать, что мне в какой-то момент это очень сильно помогло, и я думаю, что в сумме это сделало гораздо больше пользы, нежели вреда для моего тела. Во-первых, я в какой-то момент стала пить дополнительно протеин, и вот когда я активно снижала вес, когда я похудела на 10 кг, я как раз пила протеин. То есть вот это факт. И я опять же говорю, девчонки, я ни на чем здесь не настаиваю, я не заставляю вас покупать протеин и пить его. Я сама была жутким противником, я боялась почему-то этого, и я с вами соглашусь, если вы мне опять скажете в очередной раз, что это вредно и все такое. Но если даже мы говорим не о противном протеине, в целом белок, яйца, мясо, если вы не едите мясо, как, например, я, я не ем мясо, у меня только рыба и птица, я поняла, что я вообще, я не помню, когда я вообще последний раз ела мясо, потому что из моих близких тоже его практически никто не ест, и я даже его не готовлю, и поэтому как-то у нас курица в основном максимум. Это курица, это вообще самое тяжелое, что есть. И если вы вообще не едите ни курицу, ни птицу, ничего такого, используйте бобовые, там очень много белка. Еще здесь вот список продуктов, в которых очень много белка. Ни в коем случае про него не забывайте. Я хочу также напомнить о БАДах, о том, что витамины и правильные микроэлементы, правильно подобранный витаминный комплекс во время похудения, он действительно имеет место быть, так как при похудении все же часто мы себя в чем-то можем ограничить, и в организм не поступает достаточное количество элементов. И здесь очень важно обратиться ко врачу, сдать анализы, и действительно проконсультироваться, нужно вам это или нет. Потому что если в вашем рационе все сбалансировано даже во время похудения, естественно, ничего не нужно дополнительно пить. Я просто скажу от себя свой опыт, что я сейчас опять дополнительно вернулась к белку. У меня... Я эту пачку начинала еще в прошлом году, потом делала большой перерыв, и вот сейчас опять, когда стала активно тренироваться, вернула тренировки, стала опять дополнительно добирать белок такими способами. Еще у меня дополнительно батончики всегда в сумке лежат, но мне они помогают действительно справляться с тем, чтобы воздерживаться от лишнего сахара, например. И я хотела просто здесь сказать вот один момент. Я эти батончики показывала в предыдущем ролике про привычки. Многие, конечно же, там, ну, у всех разная позиция насчет сахара, насчет батончиков, и я хочу еще раз подчеркнуть, у меня проблемы, скажем так, физиологические, медицинские, поэтому я принципиально, мне его просто нельзя, сахар, лишний сахар, для меня это... Не хочу выдаваться в подробности. Еще одна вещь, которую я решила попробовать после просмотра видео одного блогера, тоже зарубежного, который рекомендовала разные, тоже всякие штучки для похудения, это BCAA, это аминокислоты, которые нужны для того, чтобы восстанавливать наши с вами мышцы. Это необходимо пить перед тренировкой, либо во время тренировки, я так и не поняла, мне в магазине молодой человек сказал, что можете пить, в принципе, во время тренировки по нескольку глотков, но в основном я вижу, что эти напитки делают и употребляют сразу же перед тренировкой и начинают тренироваться. Здесь написано сохранение мышечной массы, то есть у нас мышцы с вами остаются, повышение выносливости и быстрое восстановление. Вот что мне кажется очень важно для нас часто, особенно для новичков, кто начинает тренироваться, это чтобы мышцы не болели, и чтобы они как можно быстрее восстанавливались. Потому что я помню, я один раз брала курс у Мироновой Насти, и это был первый курс, который я вообще решила пройти в своей жизни. Девчонки, я потом, я вам говорю, мой молодой человек меня просто буквально сажал на стул, поднимал, потому что мне вообще было никак, не встать, не сесть, ничего. Следующая вещь, которая нам с вами в похудении поможет, это, конечно же, взвешивание. И здесь очень много споров, и я сама с собой до сих пор спорю, как лучше делать. Во-первых, я вам показывала, я купила себе новые весы Пикук. Я купила себе эти весы буквально пару месяцев назад, я решила обновить. До этого у меня была предыдущая версия этих весов, сейчас купила обновленную, более широкую, большую поверхность. Потому что у меня были маленькие, и мы постоянно, когда взвешивались на них, мы постоянно как-то запрокидывались, я не знаю, было очень неудобно. И в итоге они просто поломались от того, что мы постоянно на них скакали, как сумасшедшие. Так вот, спорный момент насчет взвешивания. Кто-то рекомендует взвешиваться раз в неделю, раз в две недели, потому что вес, он может скакать, и в течение недели он еще у вас плавает, и он достаточно не точно. То есть для меня, по моим ощущениям, для меня лично эффективнее взвешиваться все же каждое утро. Так я лучше как будто бы контролирую то, что вообще происходит с моим телом. Это позволяет мне не выходить за рамки. С другой стороны, когда я вижу на весах цифру меньше, это немножко меня как будто бы расхлябывает. И в этот день я обязательно что-то лишнее съедаю. Я не знаю, почему так. В общем, у меня какая-то дилемма с этой вещью. Напишите, что для вас лучше работает. Возможно, у вас есть какой-то совет или какая-то рекомендация, которая действительно сработает. Я буду очень вам благодарна. И я просто действительно, вот сколько я лет худею, сколько я пытаюсь этим всем заниматься, я так и не поняла, как же лучше все-таки взвешиваться и что лучше влияет именно на наше как-то вот ментальное состояние. И вот сюда, наверное, еще один пункт, который нам с вами поможет, это замеры. Иногда, ну, многие говорят, что замеры, они даже более показательны и более эффективны в плане результата, который мы получаем. Потому что, например, килограмм жира, он больше по объему, чем килограмм мышц. Я приведу вот здесь вот эту картинку в пример. И когда бывает, мы набираем большее количество мышц, мы тренируемся, мы становимся даже тяжелее, чем мы, например, были до похудения. Но в итоге мы сожгли жир и просто мы нарастили мышечную массу. Поэтому здесь еще очень важно будет сделать какие-то замеры. Вот замеры я точно не советовала бы каждый день делать. Это абсолютно бессмысленно. И раз в две, в три недели, наверное, самый оптимальный вариант, чтобы действительно получить точные результаты. Следующий аксессуар и гаджет, который поможет, мне кажется, в похудении, если вы очень сильно на это настроены. И вы действительно верите в свои силы и настроены действительно этим заниматься. Это умные часы. У меня было несколько часов. У меня вначале были часы от Xiaomi, по-моему, если я не путаю. Потом я разочаровалась в их точности. Я поняла, что они не точно считают шаги. Для меня это тогда было важно. Я взяла вот такие часики Apple. После часиков Apple я совсем недавно увидела новинку для меня лично. Это браслет именно VOOP. То есть у него нет дисплея. Это просто браслет, который делает замеры состояния вашего организма. И знаете, вот так интересно, что я сначала начала смотреть. И у меня первый показатель, который всегда всплывает, это шагомер. Здесь нет шагомера. И они сконцентрированы и сфокусированы на общей активности вашего тела. У них какой-то очень умный искусственный интеллект. И вот даже в приложение я сейчас зайду и покажу вам, что они считают по таким показателям. Вот так выглядит кабинет, где вы можете все это отследить. И вот здесь есть показатель stain, который как раз таки говорит о том, какая у вас была сегодня нагрузка. И достаточно ли вы сегодня занимались или были активными. То есть в целом активность. Не просто 10 тысяч шагов, 20 тысяч шагов, а в целом ваша жизненная активность, тонус и в общем все эти активности. Я люблю всякие вот эти прибамбасы. Я обожаю технику. Я обожаю все вот эти новшества. Для меня это просто. Я первая, кто готов отдать за это деньги, за технику, за все вот эти приборы. Следующая вещь, о которой я хочу поговорить, это плейлист для занятия спортом. В целом мы поговорили про тренировки, про активности. И здесь есть несколько вещей. Во-первых, просто будьте активными в течение дня. Это не обязательно тренировки. Это могут быть прогулки. Это может быть уборка дома. Это даже все, что угодно. Все, что включает в себя активность. Меня иногда выручает такая вещь, как танцы. То есть я очень люблю на самом деле танцевать. Я об этом никогда не говорю. Моя личная терапия. Знаете, когда я просто втыкаю наушники, и я пляжу, как сумасшедшая. У меня какой-то поток вдохновения идет. Ты просто активничаешь, живешь. Это очень здорово. Поэтому обязательно тоже танцуйте, убирайтесь дома под музыку. Включайте обязательно музыку. Это очень сильно помогает быть еще более энергичным. Лично для меня еще более замотивированным и живым. Это очень здорово. И вы можете создать плейлисты для разных целей. Например, для тренировки в спортзале. Если вы занимаетесь в зале. Плейлист для беговой дорожки. Если вы бегаете на дорожке. Плейлист для прогулки в парке. То есть он может быть более спокойным и таким умиротворяющим. Это все маленькие вещи, которые помогают действительно романтизировать наше с вами похудение, о котором мы говорим. И сделать его более веселым, более забавным. И не таким серьезным. Не таким, знаете, вот прям... В общем, нужно иногда расслабиться. И музыка очень сильно помогает в этом. И помимо плейлистов здесь также работают, например, подкасты или полезная информация, полезные видеоролики. Потому что я даже, когда хожу на дорожке, мне просто скучно ходить. То есть я не могу. Вот монотонные вот такие вещи, как, например, знаете, почему я не делаю маникюр в салонах? Я не могу высиживать это время. Мне скучно. Просто скучно. Ужасно. То есть я поэтому делаю быстренько дома и вообще не парюсь об этих вещах. И также, например, беговая дорожка. Для меня вот это монотонное действие становится в какой-то момент очень скучным. Поэтому я включаю либо полезные ролики, я часто ставлю что-то по искусству, по видеомонтажу. То, что я очень люблю по видео всяким штучкам. И у каждого, я думаю, есть своя тема, которая его развлечет. И это время на дорожке или на тренажере пройдет абсолютно незаметно. В то же время можно послушать очень полезные подкасты и прокачать себя в какой-то теме. И пишите, кстати, свои любимые подкасты внизу. Я не так давно стала для себя открывать эту тему. Возможно, есть какие-то классные вещи, которые прям точно надо послушать. И я буду ваши комментарии ждать и слушать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok По поводу питания и еды в целом, чтобы мне хотелось добавить то, что может сработать для вас, возможно, особенно если вы только начинаете, это новые рецепты. Я поэтому в этом ролике постаралась показать вам несколько разных рецептов. И для меня это тоже как такой, знаете, буст, который помогает очень сильно разнообразить, во-первых, питание, во-вторых, оставаться более замотивированной, потому что ты пробуешь что-то, и это кажется таким вкусным целым открытием для тебя. И ты думаешь, боже мой, сколько можно еще изучить рецептов, сколько можно всего интересного приготовить, полезного и вкусного. То, что тебя наполняет не просто питательными веществами, но и какими-то новыми интересными эмоциями. Опять же, с едой не нужно быть слишком религиозным, но меня это радует. То есть, я просто это признаю и стараюсь какие-то новые рецепты изучить, чтобы себя порадовать, принести также удовольствие своим близким, не знаю, молодому человеку, кому ты готовишь какие-то новые штуки. Это всегда очень интересно. Поэтому тоже обязательно пробуйте новое и не ограничивайте себя в рационе и в его разнообразии. Давайте подведем небольшие итоги этого ролика. И я хотела бы сказать вам несколько напутственных слов. Я, на самом деле, с вами в одной лодке. Я всегда стараюсь следить за своим питанием. У меня немножечко нарушен метаболизм, у меня немножечко расстройство пищевого поведения. И поэтому приходится в таких темах начинать разбираться лучше и как-то себе помогать. Я опять-таки призываю вас, самое главное, делать весь этот процесс, если вы сейчас худеете, веселым, забавным, расслабленным. И ни в коем случае, чтобы не было слов «запреты», «ограничения», чтобы не было слов «изнуряющие тренировки», чтобы вот этих всех слов и вещей, чтобы их не присутствовало в вашем пути. Пусть действительно присутствует легкость, позитив, наслаждение. И вот эти все вещи, о которых мы поговорили, которые как бы романтизируют наше с вами похудение, они как раз-таки помогают сделать его более легким и классным. Чтобы этот путь, он не был каким-то ограничением сплошным. Чтобы это все было действительно интересным путешествием. Это очень важно в любом деле, которым бы вы в жизни не занимались. Будь то подготовка к экзаменам, какой-нибудь переезд, какие-то важные изменения в вашей жизни. У нас очень много вещей, которые действительно бывают очень сложными. Мы сталкиваемся с вещами, которые очень сложны. И наша задача, чтобы наш мозг и разум сохранить вообще более-менее адекватным и психику в адекватном состоянии, и важно это все упростить и сделать как можно легче. В этом, кстати, есть секрет правильных привычек, привычек в целом в жизни. Мы все должны упростить, чтобы нам приятно было это делать. Поэтому я надеюсь, что это видео для вас оказалось полезным, что вы просто вдохновились, зарядились, что вы какие-то советы для себя применили, и что для вас действительно окажется полезным. Если вы будете что-то делать по моим рецептам, которые я для вас оставила, обязательно отмечайте меня в соцсетях. И давайте, наконец-то, проведем конкурс, который я хотела устроить для вас. Я также разыграю спортивный коврик, гантели и утяжелители для ног. И я хочу, чтобы эти вещи действительно попали в руки тем людям, кто будет этому рад, кто будет этим пользоваться, и кто будет действительно получать какую-то пользу и выхлоп от использования этих вещей. Что нужно для участия в конкурсе? Во-первых, это подписаться на мой канал. Бот, который я буду запускать, он это все проверяет. Это обязательное условие. Это подписка на канал. Второй пункт. Оставьте комментарий о себе, на какой вы стаде похудения. Либо вы уже похудели, и дайте какую-нибудь полезную рекомендацию на эту тему. Я даю вам здесь полет фантазии. Просто самое главное рассказать какую-то минимальную историю, поделиться советиком, если он у вас есть, либо просто напишите о том, что бы вы хотели достичь. То есть вы, например, сейчас весите 70 килограмм и хотите похудеть до 63. Ну, что-нибудь вот в таком ключе. И третий пункт. Переходите по ссылке в описании в мой телеграм-канал и подписывайтесь. Именно там я объявлю результаты конкурса. И еще один маленький важный момент. Напишите, пожалуйста, как с вами связаться. Я знаю, что YouTube блокируют ссылки, поэтому напишите хотя бы название вашего ника в одной из соцсетей. Если нет, я просто постараюсь связаться с вами через комментарии. Ну, что все, друзья мои, я немножко устала. Если честно, я сейчас так серьезно переболела, что у меня сил просто ни на что не хватает. Поэтому сейчас я пойду что-нибудь жирненькое съем, на самом деле. Видео про похудение, но я съем что-нибудь жирненькое. Что-то вроде курочки с соусом и с каким-нибудь рисом. С чем-нибудь таким вот полезненьким, плотненьким. Прям очень хочется. Сил совсем нет. Весна в этом году так поздно наступила. Лето меньше, чем через две недели начинается. А мы с вами еще, по крайней мере, в Петербурге, мне кажется, весной даже не насладились. Поэтому сил ни на что не дай. Поэтому давайте подриться, заряжаться друг от друга. И я буду ждать ваши комментарии внизу. Спасибо огромное за просмотр. Я вас очень сильно люблю и обнимаю. И скоро увидимся в новых роликах. До новых встреч. Пока!